Здравствуйте! Сегодня в библейском портале «Экзегет» мы поразмышляем о известной и одновременно проблемной и даже непонятной книге Священного Писания «Экклезиаст». Мне в своё время довелось как-то углубляться в эту книгу и написать книгу «Толкование» на книгу «Экклезиаст» Соломона. Итак, мы с вами размышляем. Книга «Экклезиаст» непонятно что делает в Священном Писании. Она смущает читающих её. Рассчитана она, конечно, на ум философический. Потому что Священное Писание – это всегда указание пути спасения, священная история, духовные наставления, Бог, Вечность, Святое и так далее. И, в общем-то, Священное Писание от начала и до завершения, от бытия и до апокалипсиса – это книга на позитиве, на энтузиазме. Это книга вдохновительная. Та же апокалипсис – это книга вдохновительная. Она завершается картиной Небесного Русалима. А вот «Экклезиаст» – это книга абсолютного пессимизма, полной беспросветности. И, казалось бы, ну вот, ну вот, ну скоро, ну ещё немножко, дочитываешь последнюю главу – так и не настало. Тогда зачем она в Библии? Зачем книга не о смысле, а о бессмыслице этой жизни в Священном Писании? Книга, которая показывает, что во всём нет ровным счётом никакого смысла. Об этом наше размышление. Ко всякой закрытой двери надо подобрать ключ. «Экклезиаст» – закрытая дверь. Непонятно, зачем, что. Предлагаю четыре ключа. Вполне возможно, что их больше. Но вот четыре ключика. Первый ключ к пониманию Священного Писания – святоэтический. И даёт нам его святой Григорий Великий, Папа Римский, и он же более известный в нашей православной русской церкви, Григорий Двоеслов. Тот самый, что составитель литургии прежде священных таров, которая служится в Великий пост. Человек, который представился в 604 году. Итак, святой Григорий Двоеслов. Что он говорит? Какой он предлагает ключ? Многие тексты этой книги смущают. А это же книга богоодухновенная. И тогда что? Так говорит Бог? То есть могу ли я открыть экклезиаста, прочитать текст и сказать вот это Божественное Откровение. Святой Григорий Двоеслов, он в качестве ключа предлагает такую мысль, что не всё в ней от Бога. Что в этой книге собеседование двух, собеседование того, который несёт в себе благочестивое начало, и того, который от плоти, от мира сего. Я зачитаю вот цитату из его толкования. Итак, кто говорит в конце книги «всё будем слушать», тот сам свидетельствует, что, представляя себе многие лица, многие лица, он как бы не один говорит. Поэтому в сей книге некоторые мысли высказаны только для рассмотрения их. То есть это не Божественное утверждение, а предлагается мысль «думай». Другие удовлетворяют уму. Одни мысли принадлежат духу человека, колеблющегося, и ещё преданного удовольствием мира сего. Другие согласны с умом. Предлагаются для того, чтобы удержать душу от этих удовольствий. В святоотеческой терминологии ум — это всегда положительно, умная молитва, ум — это божественное начало. И так от плоти и от ума. То есть что-то в этой книге сказано от плоти, что-то в этой книге сказано от ума. Такие противоположные мысли показывают, что истинный проповедник — слово «экклезиаст» переводится как проповедник. Это один из само слово «экклезиа» — «собрание». Экклезиаст — это тот, кто говорит собранию, кто собирает собрание и обращается к нему. Или уже в христианской традиции, идущей от блажанной Иронима, проповедник. Так вот, этот «экклезиаст» говорит одно от лица колеблющихся плотских людей, а другое от лица духовной истины. Это в собеседованиях или в диалогах святого Григоря двое слово. Казалось бы, что ж, это ключ. Значит, если что-то ну явное не может же так учить Бог, не говорит же так Божий человек, ну, значит, это человек плотской. Однако, с этим ключом не все просто. А кто будет определять вот именно этот текст? Это плотской человек говорит или духовный? Получается, это определять надо будет читателю. И тут возникают проблемы. Проблемы, ну, может быть, даже злоупотребления этой книгой. Я прочитаю то, что говорит плотской человек и скажу, что так, воля Божия такова. Прочитаю то, что говорит духовный человек. А оно, может быть, тому не соответствует. То есть, произвол читателя, вот это слабое место в пользование ключом святого Григория Двоеслова. И тем не менее, это вариант, который, ну, как-то хоть дает подступиться к этой книге, которая говорит обессмыслиться всего в этом мире, в этой жизни. Есть другой ключ. Этот другой ключ, его можно назвать духовно-аскетический. Им пользуются преподобные отцы древности. Многие преподобные отцы в том же добротолюбии, очень многие преподобные, они обращаются к текстам экклезиаста для того, чтобы иллюстрировать те или иные свои духовно-аскетические размышления. Можно назвать святого Григория Низского, блаженного Иеронима Стридонского. Эти святые отцы, которые дают толкование на экклезиасты, еще 4 век, отцы золотого века патристики, они пользуются именно этим ключом. То есть бессмыслица, которую излагает и показывает в жизни человека экклезиаст, это бессмыслица этого мира, и подлинный божий человек, аскет, он понимает бессмыслицу этого мира, ну и соответственно оставляет этот мир и устремляется к миру горнему. Это общая схема вот этого второго ключа. у него тоже можно обнаружить слабые стороны. Слабая сторона, что скорее это не толкование книги, а размышления, пользующиеся методом Асмахты. Что означает этот метод? Это если у меня есть мысль, а я подбираю тексты, чтобы эту мысль проиллюстрировать. Меня собственно говоря, не очень даже интересует, а что собственно этот текст сам по себе хочет сказать. Мне удобно мою мысль прислонить к словам такого текста. Безусловно здесь получается так, что монах отшельник, монах аскет христианский, 4 век это египетская пустыня, это уже и Палестина, и Сирия и так далее. И понятно, что этим монахам многие свои мысли об этом мире тленном и суетном, удобно подтверждать подходящими цитатами из книги. И в чем еще слабость? Получается, что в таком методе мы как будто бы не интересуемся а что собственно говоря на самом деле хочет сказать книга. Блаженный Иероним говорит, что подлинный Экклезиаст это Христос. Но ведь Экклезиаст, который эту книгу написал, он смысла ни в чем не видит. Такое впечатление, что преподобные отцы как будто бы просмотрели беду и трагедию Экклезиаста. как будто бы она их даже не очень интересует. Потому что они живут в своем мире. Осознав тленность этого и суетность этого мира, они имеют Царство Божие, к которому можно устремиться. И там в этом Царстве Божьем есть Экклезиаст, то есть Христос, проповедник, тот, который благовествует. Таким образом, да, это благочестивые размышления, но это не трагедия Экклезиаста, которая остается в этом ключе понимания книги где-то за скобками, за рамками. Еще один ключ, третий ключ, его можно назвать филологическим. Есть в Экклезиасте в этой книге два слова. одно слово, которое, между прочим, только в этой книге Священного Писания и употребляется. Нигде, ни в каких других книгах больше его нет. Это слово по-еврейски итром. в русском переводе оно переводится по-разному. Польза, остаток, то, что остается. То есть итром это высшее благо, настоящее, нетленное. Это то, что останется, когда все перестанет быть. ведь любое действие человека, чтоб человек своей жизни не делал, оно должно иметь что-то на выходе. Если на выходе ничего, то все, что ты делал, это было пустое. Смысла нет. Так вот, в книге Экклезиаста говорится о том, что во всех трудах, которые совершаются человеком под солнцем, и трона нет. То есть что ни делай, в остатке будет ноль. То есть ничего, ничего ты не приобретаешь. Как же жить с этим? Второе слово ТОВ переводится «хорошее», «хорошо», «благо». Это то, что может и не имеет и трона, то есть ничего от этого не останется. Но это приятно, это хорошо. Достаток, богатство, женщины, вино, строительство, природа, власть, слава. в конце концов, благочестие. Всем этим заниматься ТОВ хорошо, приятно. Это доставляет тебе на сегодняшний день какую-то радость, какое-то благо. О конечном благе пожалуйста не думай, потому что и трона нет, ничего не остается. Ешь, пей, веселись, вот сегодняшний день тебя как-то удовлетворяет, радует, тебе даже не так уж и плохо, и пожалуйста не ищи чего-нибудь вечного. Вот филология этих двух еврейских слов, употребленных автором книги, она позволяет понимать текст, поскольку и трона нет, и тогда перечисляется ТОВ, то есть то, чем заниматься вроде бы не грешно, можно, приятно, ну вот и все. То есть уровень обывателя. Для обывателя пойдет, философу тут искать нечего. Итак, мы переходим к последнему, не последнему, мы не знаем сколько их этих ключей, к четвертому ключу, его можно назвать богословско-философским. Эта мысль, она все чаще стала звучать именно в последнее время, это 19-20-21 век, то есть это библеисты, богословы, философы уже вот этих времен. В чем здесь подход книги и секрет к тому, чтобы раскрыть ее смысл? Вот он в чем. Экклезиаст, его богооткровенность в чем? В том, что он абсолютно и предельно честен и что он видит этот мир, то, что под солнцем, таким, каким оно на самом деле есть. Ведь человеку свойственно ошибаться, заблуждаться, и то, что в нашей православной эскетике мы называем прелесть. Мы обольщаемся чем-то, что оно прекрасно, приятно, хорошо, значимо, а на самом деле оно таковым не является. И человеку приятно купаться вот в этих заблуждениях. Он не хочет в них разувериться. так удобно жить. Страшно жить, когда видишь жизнь такой, какая она на самом деле. И вот Богооткровенность Экклезиаста, она как раз не в том, что Бог ему что-то открыл, а в том, что Бог ему ничего не открыл, но он абсолютно честен и Духом Бога очищен от вот этих соблуждений. И даже когда он в них может быть и впадал, ну как Григорий Двойслов говорит, что-то говорится от плотского человека, то он достаточно быстро мог раскусить счету и бессмысленность этого. Вот. Таким образом все попробовал Экклезиаст по книге это и есть Соломон, от лица Соломона пишется эта книга, а Соломон по своему статусу он имел возможность жизнь познать ну во всех ее произволениях. У кого было больше власти, чем у него? Он царь могущественнейшего государства того времени. Богаче его кажется вообще в то время царя не было. Мудрее его ну точно не было. Великий мудрец, который мог судить людей эту мудрость как божественную харизму, божественный дар он получил. Бог сам ему предложил выбор и он выбрал Хакму или Софию при мудрости и Бог ему ее дал. Он мог судить дела людские, но Бог дал ему больше. Он мог понимать природу, звезды, растения, животных, демонов и устная тора, то есть евдейские предания, они неоднократно свидетельствуют о том, что ему даже был ведом язык демонов и он знал тот мир. женщины. Женщины гарем больше, чем у Соломона трудно себе представить, там тысячным числом все исчисляется. в вине у него никаких проблем не было. Он великий инженер и строитель, он строит царский дворец, он строит храм Богу Всевышнему на Святой горе Мария, храм Соломона, он насадил сады, он обустроитель города Иерусалима. В общем, у него было все. Не было ничего, что ему было бы недоступно. И после всего этого своим трезвым взглядом, своим прозрением к концу жизни, он видит, что все это ничто, ноль. А тогда зачем все? И ответы книга Экклезиаст не дает. Книга Экклезиаст это вопрос, а вся остальная Библия это ответ. Или лучше еще можно сказать, книга Экклезиаста это вопрос, а Евангелие это ответ. И действительно, следуя блаженному Иерониму, что подлинный Экклезиаст это Христос, то есть да, Ишуа, Иисус из Назарета Христос, он ответит тому древнему Экклезиасту. Нет ничего скучнее, чем отвечать на незаданный вопрос. И Евангелие не может прозвучать, если не звучит Экклезиаст. если человек не увидел пустоту этого мира, причем в самых лучших его проявлениях, речь не идет о грехах, речь не идет о беззакониях, об убийствах, кражах, лукавстве и так далее, не об этом идет речь, а о лучших проявлениях жизни этого мира. И вот пока человек не увидит ноль всего этого, ему по идее Евангелие это и не нужно. Кстати, кто такие великие ученые? Это не те, которые умели отвечать на вопросы, а те, которые умели их задавать. Если вопрос задан, не так уж трудно найти ответ. А вот поскольку человек вопроса не задает, поэтому тем более он никогда не приходит к ответам. Так вот, Экклезиаст это тот гений, это тот гений религиозной мысли, который задал вопрос. А вся Библия от бытия до апокалипсиса и с Евангелем в первую очередь, она трудится над тем, чтобы ему ответить. И она дает этот божественный ответ. И Евангелие радостная весть это ответ абсолютной безысходности, которую видит Экклезиаст. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. его подпишись